Женщина-самурая из нацменьшин с путешествия вместе с инвалидом пытается убить белого богатого отца, применившего сексуальное насилие к её матери-азиатке. Приветствую на канале, это Тим, и взглянув на трейлер голубоглазого самурая, я подумал, ну не, сратая 3D, выглядит так себе. Звучит тоже средне, и знаете что, посмотрев сериал, я могу сказать, что он весьма неплох. Всё же не зря переборол себя, поведясь на относительно высокий рейтинг, но 3D мне всё ещё вообще не нравится. Что ни говори, анимация при этом вполне норм, пару раз, авторы даже вспоминают, что это мультипликация, и сегмент с трипом, вызванным цветами, выглядит прям приятненько. Ну а каждый такой, найдётся дикий кринж, например. Толпа голых людей бежит в воду, тряся криво с моделированными причиндалами. Как же, как же это, как же это встрато. Обнажёнки, к слову, хватает, чаще уместно, чем нет, но всякое бывает. Опять же, некоторые моменты смотришь и думаешь, какого чёрта, что происходит? Скачет дочь одного даймён на члене бравого самурая, важные сюжетные персонажи, кстати, и говорит, Да, ты не проиграл, ты отомстишь, устроишь поединок, вонзишь в него свой меч, потом вытащишь, вонзишь снова, так глубоко, ааа, боже мой. Понимаю, сериал 18+, но это просто уже безвкусица какая-то, делать подобное не иронично. Зачем? Или вот злодейский злодей рассказывает о планах покорить Японию, пока его носом от маски Тенгу в задницу сношает проститутка. Какого чёрта? Ладно, хоть фекалий с нос не смахивает, но знаете, я бы не удивился, это же Нетфликс. А в остальном прям годно. Главная героиня голубоглазая, скрывающая это, как и свой пол, ибо белых даже наполовину. Дьяволов в Японии тогда очень не любили и не допускали. А женщине в 17 веке везде было тяжко, чего уж говорить, по сути, в феодальной и крайне консервативной стране. Флэшбэков о тяжёлом детстве, дискриминации тут более чем достаточно. Япония? Закрытое, ксенофобное, государство. Окей. Героиня знает, что на момент её рождения в стране было четверо белых. Контрабандисты, торговцы оружием, людьми и опиумом. За кадром одного она убила. Я всё ждал флэшбэк на эту тему, но, видимо, потом. Когда-нибудь. Второй в центре внимания, оставшийся в Лондоне, где, возможно, будут происходить события второго сезона. Надеюсь, он выйдет. Её спутник слэш ученик, хотя она ему ничему не учит, кроме жизни, разве что повар без кистей. А воспитал её кузнец без глаз. А сама она, если подумать, самурая без члена. Конечно, когда она в одиночку выносит орды противников... Окей. Не без глаз. Слепой. Это так для красного словца. Орды противников это вызывают огромные вопросы. Да, тренировалась. Да, помогали. Но нельзя сказать, что она прошла какую-то супер жёсткую профессиональную подготовку. Ну и такая типичная условность. Ладно, предположим, может за кадром как-то где-то был у неё супер сенсей. Кто же знает. При попытке выведать информацию о контрабандисте, крепко повязанном с большим белым злодеем, который в паре с рядом, вельмож планирует совершить госпереворот. Что, к слову, выливается в легендарный великий токийский пожар. Ладно, пожар в Эдо. На тот момент. Если вам так больше по душе. И там столица не то чтобы сгорела полностью, но изрядно пострадала и десятки тысяч человек погибло. Пробиваясь в главе Дадзё, она сталкивается с могучим самураем, чьей невестой кое-как выбилась дочь Даймё, после он начинает преследовать героиню были лёгкие намёки на романтику. Но тот всё-таки считает своего соперника мужчиной, с одной стороны, а с другой для самураев такое было обычным делом и, скажем так, осуждаемая в РФ связь между мужчинами считалась более чистой. И было привычным элементом наставничества. Именно среди самураев. Удивительно, кстати, что Netflix этот момент не отразил. Дочь Даймё, не желая быть разменной монетой в руках отца, который теперь стремится выдать её за сына Сёгуна, сбегает. Тоже переживает определённые приключения, растёт над собой, рядом с ней есть ещё довольно приятный старичок-наставник, заботящийся о девушке больше, чем отец, и его ждёт типичная судьба заботливых старичков-наставников. Там ещё мадам элитного борделя из примечательных персонажей, а в остальном всё. Героиня идёт от доцепки к доцепке, каждый раз получая весьма нехилые такие ранения, которые вот как-то удивительным образом заживают за пару дней, это и меньше ну ладно. Опять спишем на условность типичного авторегена героя боевиков 80-х, может она за укрытием спряталась и как бы сюда. Экшн неплохо, кровавенько весьма, за исключением моментов крайнего кринжа, достоинства именно в сюжете. Посмотрим, что будет дальше и будет ли. А на этом, пожалуй, у меня всё. Надеюсь, после видео по Плутону до сильным запозданиям просто так вышло с мультипликацией. Я пока закончу, потому что самому уже надоело. Спасибо за внимание и пока. Продолжение следует...